Аксана, слушала сегодня радио НЦ, и дух мне предложил написать о своем знакомстве с Андреем. Это был февраль 23 года. Я тогда пережила депрессию, было духовное давление, с чем я сама не справлялась, и поэтому у меня упали показатели в продажах, в компании, где я работаю. Я молилась отцу, а силы в молитве как будто не было, и случайно у одного христианского блогера мелькает фамилия Яковешин. Я захожу на YouTube, и первое видео, которое я вижу – «Хождение в духе». Я сразу начала смотреть. Смотрела и понимала, что-то невероятное происходит. Я начала применять все, что рекомендует пастор Андрей. Видео и продажи на работе начали расти сверхъестественно. До конца месяца оставалось 7 дней, а Господь закрыл месячный план за 3 дня. Слава Господу за пастора и за его откровения, которым он щедро делится. Все работает. Зина Огромное спасибо Андрею и Оле. На одном из торжеств у пастора было слово «Знание» – «Исцеляется щитовидка». Я приняла это для себя и стояла в вере, не принимая никаких симптомов. По приезду домой было огромное желание провериться у эндокринолога. При осмотре врач сказал «У вас щитовидка в норме, выглядит очень хорошо, нет узлов». А было два узла. Мне пришлось еще два раза сделать обследование, пока мой домашний врач убедился в том, что мне действительно не нужны таблетки. Так я избавилась от 4-годичной декорации в щитовидке. Мы с отцом в одном теле и в духе одно, и поэтому мои желания и его желания одно. Люблю вас, пастырь Андрей и Оля. Сколько у вас любви, какое сердце, оно бескрайнее, льется и льется, это нескончаемая любовь. Спасибо вам за все. Обнимаю вас и славлю отца за вас. Благодарю небесного отца за вас. Елена. Моей маме 84. Более 10 лет страдала от очень неприятной декорации – расслабления мышц мочевого пузыря. Молились, принимала трансляции Оли за женщин. И вот явление нетления в славе проявилось. Уже месяц, как эта декорация рухнула. Какой чудесный наш отец. Умножаю, преломляю, раздаю. Принимайте, дорогие, кому нужно. Спасибо, наши любимые Андрей и Олечка. Любим, ценим, благословляем. Елена. У нас в семье случилась крупная ссора между моим сыном и его бабушкой, моей мамой. Он даже удалил ее контакты. Никогда кого не было, поэтому это был удар по всей семье. Я оказалась между двух огней. Увесевала сына, утешала маму, молилась об этой ситуации с мужем, с дочерью и младшим сыном. Во время молитвы дочь сказала, что видела высокие стены, которые рухнули, и видела, как Дух Святой соединяет что-то разорванное. На следующий день на работе слушала проповедь Андрея. И внутри себя услышала слова. Не для этого ли времени ты достигла положения царского? Нашла это место в Библии. Очень сильно захотелось перечитать книгу «Исфирь». Перечитываю и понимаю, что царский скипетр простерт ко мне. Царское благоволение уже есть. Аман, замышляющий убийства, повержен. И уничтожен. Я нахожусь в царской позиции и могу раздавать любые приказы, так как царь мне это позволил. Тут же вспоминаю проповедь про выкуп времени и свидетельство сестрички о ее муже, который умирал, а она в молитве отменила время инсульта. Я нашла и прослушала эту проповедь заново. Потом в молитве отменила то время, когда все произошел конфликт, отменила последствия этой ссоры, поблагодарила отца за то, что он уже все устроил за его верность. Буквально минут через сорок мне звонит мама и говорит «Доча, мне Артем написал, извинился, сказал, что не обижается на меня. Я тоже попросила у него прощения, и мы поверились». Сказать, что я рада, это значит ничего не сказать. У нас такой чудесный папа. Вся слава ему за могущество, славу, верность и торжество. За то, что с ним все легко. Юлия Шесть лет назад я начала страдать сильнейшими ночными паническими атаками. Просыпалась в среде ночи от жуткого страха. Мне казалось, что я умираю. Сердцебиение зашкаливало. Страх необъяснимый и безумный. Темнело в глазах, и я думала, что теряю зрение. Днем все было хорошо, а ночью начинался мой личный ад. Потом я с ними справилась. Но примерно год или полтора назад это ко мне вернулось. И я не могла никак контролировать. Просто не хотела даже ложиться спать. Я даже не могла смотреть фильмы, где умирали люди. Меня накрывала паническая атака. Однажды даже пришлось вызвать скорую. Муж сильно испугался. Я думала, что точно умру в этот раз. За то небольшое время, примерно месяц, слушая эфиры и курсы, я поняла, что больше не испытываю панические атаки. Даже мыслей нету. Благодарю вас, фан-пастырь Андрей и Олечка. Андрей, ты высвободил слово о беременности. Я знала, что это было обо мне. Меня так накрыло. И я стояла и держала это крепко-крепко. А на прошлой неделе я узнала, что беременна. Это чудо, как и мой Марк. Потому что врачи в один голос поставили мне диагноз бесплодие еще в 19 лет. Это просто невероятно. Аллилуйя! Ирина. Перед химиотерапией сдала кровь. Лейкоцитов было мало. 3,4. Что ниже минимальной нормы. Врач поставил лейкопению. Сразу после химии опять надо было сдать кровь. Я думала, что без причастия больше не буду сдавать анализы. Налила воды. Взяла маленький кусочек хлеба. Помолилась. И пошла сдавать кровь. Через 2 часа пришли результаты. Лейкоцитов 13. Спасибо, отец. Спасибо, пастырь, что учите. Исправляете наши мозги, отравленные религией. Благодарю. Мариэль. Гуляли недавно вечером с подругой по городу. И у одного человека случился, видимо, приступ эпилепсии. И он упал позади нас. Ему вызвали скорую. Я почувствовала силу послужить духом. Высвободила ангелов, посмотрела на него. И говорила несколько раз с силой в голосе. Приди в себя. А потом почувствовала, что ему легче стало. Он очнулся и стал подниматься сам. Слава отцу за него. Наталья. Она наша сестричка и две молодые девушки. Вот нам всем выходить. Я встаю, начинаю закрывать сумочку. И вдруг девушка резко наклоняется, поднимает с пола деньги и прямо всовывает мне в руки. Я пешила. Сначала подумала, что могла уронить, так как сумочка моя тесновата. Там и паспорт, и ключи, и телефон. Но потом поняла, что у меня не было такой купюры, 200 гривен. У меня было три по сто. В общем, поскольку никого не было, кроме нас, я сразу поняла, что это мне упало. Это мое обеспечение. Я вышла. Пока ожидала доктора, присела на скамейку, достаю купюру, а в ней еще три по 200. Итого 800. Чудеса! Я сразу сделала небольшой перевод на служение. Моя консультация обошлась мне в 500 гривен. Папа знал, что мне моих 300 не хватит. Он такой шутник. Знал, что мне нужно в этот день ныне. И еще раз показал мне, что нужно быть смелее в желаниях. Накануне Андрей в прямом эфире говорил об этом, а я рыдала. Пока была молитва, просто все тело реагировало на каждое слово. Плакала так от того, что видела в глазах Андрея отца, его любовь и желание открыть шире сознание. Спасибо, мой драгоценный человек, Бога-человек, Бог, друг и брат Андрей. Преломляю эти чудеса, естественные для всех нас. Татьяна, вчера платила месячный тариф за кредит 3000 рублей и посмотрела, что осталось еще 14000 для погашения. Сегодня приходят смс и благодарят за досрочное погашение кредита. Я зашла в личный кабинет, чтобы посмотреть, а кредитной карты нет. Ни истории, ни карты о кредите. Аллилуйя! Я благодарна пастору Андрею и Оле за высвобождение благословения через слово «сын» и за слово «нетление». Спасибо, Господу, за сына. Ирина. На отдыхе в Сочи мы пошли с мужем в дельфинарий. Я очень люблю дельфинов. Зайдя в зал, всем предложили купить лотерейные билеты. А лотерея для меня всегда была без выигрыша. Я даже и не тратила на это время и деньги. А тут я сижу и слышу тихий голос внутри. «Иди, купи воздушные шарики с цифрами». Так называемые лотереи. Я говорю мужу, хочу купить лотерейный шарик. Он удивленно посмотрел на меня. Дная, как я отношусь к этому, сказал, «Хочешь, иди». Я встала, пошла и купила два шарика лотерейные с цифрами 80 и 65. Вернулась на свое место, взяла шарики с цифрами, подняла руки вверх и говорю, «Я знаю, отец, что именно мой шарик с цифрой 80 выиграет». И положила их на пол. Шоу прошло зажигательно. Радость, любовь в зале текла. Дельфины своим присутствием всем сердца растопили. Они такие умные, любящие. Лотерейных шариков было где-то 150 штук. Мы все их закинули в воду, где плавали дельфины. Дельфину дан был приказ принести выигравший шарик. Он нырнул в бассейн и вынырнул, поймав мой шарик с моей цифрой 80. Я так крикнула от радости, что было слышно за пределами дельфинария. И я поняла, что получила свободу от собственного неверия. Что все, что ты хочешь, все готово. Вся земля полна славы. Спасибо, спасибо вам, пастор Андрей и Оля, что вы есть, что делаете нас свободными, как на небе, так и на земле. Валентина. В ней гинеколог поставил диагноз – крауроз вульвы. Основные жалобы женщин – это мучительный, упорный, бут с усилением в ночное время. Зуд начинался 15 лет назад и за эти годы все только усугублялось. Врач меня напугала. Это может предшествовать раку. Я диагноз не приняла. Верила, что наступит исцеление. На последнем пророческом часе пастор Андрей высвобождал исцеление женской половой сферы. Я думала, что это для меня. И через пару дней обратила внимание, что зуда нет. Все чисто. Я рада. Ликую. Сын ликует. Отец смеется. Вся декорация убралась. Аллилуйя. Слава Богу. Благодарю пастора Андрея. Райпа. Благодарю пастора Андрея, Оля, за сегодняшний чудесный эфир. В течение недели донимала декорация аллергии на шею, особенно сзади. Чуть касалась рукой был зуд, и кожа становилась шершавой. Сегодня после эфира и сейчас провожу рукой никакого зуда, и кожа уже не реагирует. Прошлую неделю не обращала внимания и не лечилась. И вот, без усилий, без вмешательства извне, получила исцеление. Благодарю за ваш огненный поток помазания и нетления. Аноним. Вчера была молитва торжества, и Ольга в конце сказала о цистите. У меня после переезда из Украины в течение недели был сильный цистит. Лечила, пила травы, еду поменяла, чтобы на почке нагрузку снять. Ничего не помогало. А после молитвы все ушло. Я не перестаю удивляться. Вся слава Богу. Наталья. Встаю на остановке. В голове пролетела мысль. Не садись, 372-й автобус. А он как раз подъехал. Я подумала. Странно. Чего не садись? Столько раз на нем ездила. И зашла в автобус. Перед своей остановкой сошлась в сиденье. И тут водитель резко затормозил. Я не успела даже схватиться за что-нибудь, чтобы удержать равновесие. Меня боком пронесло пол салона. Около водителя упало и почувствовала острую боль в спине и подреберье. Кое-как вышла из автобуса и опять мысль. Запомни номер. Я тут же отмела эту мысль, сказав внутри себя, что не предъявляю претензий к водителю. Сделала рентген. Перелом двух ребер. Срастаются 30-50 дней. Мне 68. Поэтому врач сказал, что времени на восстановление понадобится больше. Я сразу же начала слушать молитвы Андрея. Подруга отправила нужду ходатай. Попросила прощения у Духа Святого. Простила себя. За 21 день боли в спине стало гораздо меньше. Как-то спонтанно опалилась благодарность Богу. Начиная с детсадовского возраста, увидела лица. Альдина вспомнила имена, некоторые фамилии, одноклассников, учителей, однокурсников, преподавателей, коллег по работе, мужа, детей, внуков, нынешних подруг. Посреди этого течения благодарности увидела, как вспыхнуло множество маленьких звездочек под реберей. И боль ушла навсегда. Вот такое чудо. Спасибо, дорогой Андрей. Оля, ходатай. Спасибо тебе, папочка. Альдина. Уже как месяц моя левая рука болела так сильно, что я ее не чувствовала. Растяжение сухожилия. И вчера в зуме, когда Нуржамал молилась за исцеление, моя рука покрылась блестками и исцелилась. Благодарю отца за чудо с блестками и за нетление. Спасибо, Нуржамал и ходатай. Татьяна. Аллилуйя. Лечу в самолете. Напротив женщина. Знемогала от боли в ноге. Суставы выкручивала. Я не могла спокойно сидеть и наблюдать, как человек мучается. И говорю ей, сильно болит. Она отвечает, да. Хотите, чтобы боль ушла? Конечно, ответила женщина удивленно. Говорю, разрешите за вас помолиться? Ну, хорошо, сказала в ответ. И вот боль ушла совсем. Женщина спрашивает, что это вы такое сделали? А я поведала, кто на самом деле это сделал. Слава папочке. А потом эта же женщина обратилась ко мне, чтобы я за ее подругу помолилась. Еще появилась возможность благовествовать. Восхищению моему нет предела. Аллилуйя. Аноним. Сегодня во время прямого эфира я получила мощное исцеление. У меня был постоянно болезненный зуд кожи, головы, который приносил дискомфорт и нервозность. А также были болезненные корочки. Мне сказали, что это проблемы с поджелудочной железой и предрасположенность к сахарному диабету. Когда пастор созерцал и молился, я подумала, было бы классно, если бы пастор помолился за кожу и волосы головы. И только я подумала, как пастор говорит, сейчас исцеляется кожа головы. Принимайте. Вау, это же для меня. Я четко это поняла. Спасибо, отец. Зуд кожи прекратился в течение пару минут. Людмила. Моему внуку Ярославу 11 лет. Он учится в школе. И бывает, что не хочет делать уроки. Все лето он находится со мной на даче. И, конечно, слышит, как я молюсь и высвобождаю помазание. Однажды была у нее в гостях. И был разговор о школе. Я ему сказала, запомни три слова. Помазание, легко и быстро. Идет контрольная по математике, а у него были проблемы с ней. Он решал, зачеркивал написанное, снова решал, не получалось. И вдруг во весь голос говорит, помазание. Учительница Фирсов, что ты сказал? Он ответил уже потише. Помазание. И решил контрольную. Доченька вечером звонит. Мама, перестань учить Ярослава высвобождать помазание. Учительница звонила. Спрашивала, что такое помазание. Я ответила, спросите у бабули. Учительница, конечно, мне не перезвонила. В школу пошел Коля, зять. Пришел и говорит, пусть говорит хоть сто раз помазание. Оказалось, что даже слабые ученики получили четыре, а мой внук пять за контрольную. Слава отцу за помазание. Спасибо, пастор Андрей и Оля, за ваше учение, откровение. Семья меняется, жизнь меняется. Аллилуйя, люблю вас. Оксана. Хочу поблагодарить вас, Оля, за молитвы о новорожденном Бениамине. Его сон исцелился, спит намного спокойнее и по несколько часов подряд. Все налажилось постепенно. Очень нежно отец восстанавливает. Сейчас все лучше и лучше. И еще, на торжестве в октябре я просила пастора за спину молиться. Очень сильные боли были. А когда я вернулась домой, обнаружилась миома в матке. Это, оказывается, не спина болела, а миома давила и отдавала в спину. Я даже не догадывалась. Для меня вообще это было неожиданно. Сказали, что операция неизбежна. И надо матку тоже убирать. Я написала в купальню. И через три дня пошла к хирургу. И оказалось, что уже не надо матку убирать. Аллилуйя! Я так благодарна, что находилась в эпицентре Божьей славы. С вами, с Андреем. И что мне открылось кровотечение. И что благополучно вернулась домой. И что матку сохранили. Спасибо вам, мои любимые. Очень хочу вас обнять сердце к сердцу. Не перестаю благодарить отца нашего за вас. Оля Андрей. Татьяна. Где-то полгода назад, или чуть больше, у меня сильно начала болеть почка. Как будто нож воткнули. Мне ставили диагноз мочекаменная болезнь. Это невыносимые боли. Кто знает, что такое почечная колика? Это невозможно терпеть. Я испугалась, что опять началось. Началось и спросила отца. Так как провозглашения не помогали, и мне пришло благословить деньгами пастора Олю. Я, не раздумываясь, сразу перевела, не написав ей ни слова. И с тех пор я вообще забыла про почки. Вот сейчас только вспомнилось, что я больше ни разу не испытывала никакого даже дискомфорта в почках. Не то, что боли. Аллилуйя. Спасибо, дорогой отец. И спасибо за таких замечательных, бесподобных, безмерно любимых пасторов Андрея и Олю. Галина. В конце 22-го года у меня выпали три зуба внизу. Вырывать боялась. Они прикрыты нижней губой. Незаметно их. Сейчас замечаю, растет зуб. И рядом тоже проклевывается. Но это потом. У меня уже было такое. Коренной зуб вырастал лет 5-6 назад под протезом. Еще волосы чернеют местами на голове. Я благодарю и славлю отца. Для него невозможное возможно. Елена. Во время вечерней молитвы я получила исцеление, когда молилась Нуржамал. Но чуточку раньше, когда пасторы говорили об исцелении позвоночника, о пятке, что шпора уходит. Меня это так цепляло. Но я не понимала, почему я слышу четко, что это мне. Я открыла интернет и посмотрела, что такое шпора. А у меня много лет при ходьбе всегда было такое, что в правой пятке как будто игла огромная. Я не могла ходить, но так как нас учили, что мы недостойные, мы грешники, то я шла с этой болью и просто со слезами на глазах. Я благодарила Бога за то, что есть ноги, что я могу все-таки ходить. А насчет позвоночника, что там грыжа и она уходит. Вот, в интернете смотрю, а вот что такое грыжа. Я очень редко хожу в больницу. Я и не знала, что у меня что-то есть. Но были боли, говорили, что сколиоз. От этого сколиоза и плоскостопие, и грыжи, и много других декораций. И когда я снова услышала по радио эту молитву, что грыжа уходит, а пятка исцеляется от шпоры, я просто кричала, да, 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 я принимаю исцеление от этих декораций. Так вот, и вчера Нужамам молится, и я понимаю, что декорация грыжа или что-то еще ушла. Я могу спокойно наклониться, лечь, потянуться. Этой декорации нет. Нет, нет этой боли, что того и глядишь, что-то лопнет в позвоночнике, и он порвется, в полном смысле слова. Боль не давала мне согнуться, выпрямиться. В глазах прям искры летали. Но теперь я прыгала, я визжала от радости. После молитвы я села на диван и стала осознанно говорить, чтобы сколиоз убрался. Я подумала, что если, когда я покупаю сыну одежду, и ему не нравится, и он говорит, что мне это не нравится, я не буду это носить. Я говорю, снимай. Или когда звонят из банка и предлагают кредит, а он мне не нужен, я говорю, нет. Так почему же я здесь согласилась на эти декорации? И я стала говорить, чтобы сколиоз убирался прочь. Я отказываюсь от этой декорации. И я почувствовала, что мой позвоночник, как от мягкой жвачки или конфеты, сто лет мне от них конфет не ела, но я помню то ощущение, как будто стал мятным, замороженным. Я чувствовала, что как будто мой позвоночник ремонтируют. Я стала созерцать, что это ангелы работают. Меня накрывало минут десять. Я просто благодарила отца декорации сколиоза, еще до конца не ушла. Но когда она уже мало говорила, что мужчину, про мужчину, что он хотел быть исцеленным, и он твердил, чтобы болезнь убиралась, я сказала, сколиоз, дух немощи, убирайся. Я отказываюсь от тебя. Я с верой приняла, что мне не нравится, почему я должна носить эту декорацию. У меня есть венец славы. Так я и буду носить венец славы, а сколиоз и прочие декорации. Я отказываюсь от них. Я сказала, что если сейчас не уйдет, то по неотступности моей уйдут все равно все декорации. Во славу отца я буду воспевать славу Господню, да прославится отец по всей земле. Отец, я серьезно говорю, я писала, я дома. Кстати, как раньше я созерцала, что у меня будут шторы, что они будут нежно-зеленые, так и вышло. У меня один человек, нет, Бог благословил денежку. Он знает, он улыбнется, что я созерцала именно такие шторы и такого цвета. Теперь я буду созерцать, что я исцелена. До победного я буду стоять на своем, что я Бог и нет во мне никаких декораций. К тому же мне всего 50, я еще замуж собралась. Какие декорации? Мне жить и жить, радоваться жизни. У меня столько меч появилось, мечтаний. После того, как я наконец-то пришла домой. А до этого это нельзя. Мы рабы, и они достойны. А сейчас я знаю истину. И истина сделала меня свободной. Я дома. А значит, все хорошо. Спасибо, пасторам, спасибо, Нуржамал. Да, кстати, после молитвы утром чувствую, где-то что-то начинает просто немного болеть. Я стала говорить, как сказала Нуржамал. Да это не боль, это помазание течет. Я одела одежду помазания и сама себе говорю, что я Бог. И своими словами, и сама себе жизнь творю. Ольга, я подписана в чат церкви, куда ходила много лет. Мы оттуда уехали, но общение продолжалось. Когда стала слушать Андрея, иногда стала забрасывать в чат то свидетельство Сенсея, то откровение. Меня один брат всегда атаковал. Об этом я уже как-то писала. Он называл меня еретиком и говорит, что я несу раскол в церковь. А вчера он на меня выплеснул все, что мог. Хотя ролик-то был и не моной, выставлен. Ну, он по привычке наехал на меня. В общем, учил он меня, учил. И потом предложил добровольно выйти из группы. Иначе пожалуются на меня админу и меня удалят. Я ему кратко ответила, что выйти из группы – это вовсе не проблема. И стала с ним вести диалог никакой. А сегодня утром он решила проверить, удалили меня – нет. Как же я удивилась, когда увидела, что сделал отец. Админ удалил этого брата, а не меня. Такого я даже не ожидала. Сын на своем месте. Ольга. Мы, когда готовились к торжеству, когда танцевали на сцене, я видела сон. Что я надеваю на ногу золотую туфлю. И когда моя мама попросила, чтобы вы пожелали мне самого лучшего мужчину, вы сказали, что иначе быть не может. И это было такое благословение, что я встретила своего мужа через два месяца и вышла за него замуж. Всего за три месяца. Огромная благодарность отцу. Рида. Благодарю за чудо воскресения отца и небесную цивилизацию. Мы просили молиться об этом. У одной женщины были панические атаки. После этого она стала абсолютно равнодушной ко всему. И страх парализовал ее мозги и эмоции. На лице постоянно было только одно выражение. Горе, горе, горе. Мне никто не поможет. Я погибаю. Но чудеса происходят. Она пришла в себя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо за молитвы. Валентина. Хочу передать свидетельство дочери моей знакомой Кате. У обоих серьезные декорации рака уже несколько лет. В январе 23 года отправила им видео «Утро славы» от 18 января. Написала, что с середины мощная молитва против рака. Катя посмотрела видео. И вот что написала мне. Вы знаете, я послушала сейчас. Были разные ощущения. И под конец как ошпарила меня как бы кипятком. Надеюсь, это остатки болезни уходят. Спасибо вам, что не забываете. Сегодня разговаривала с ее мамой. Говорит, что состав крови изменился. Гемоглобин нормализовался. Чувствовать себя значительно лучше. Даже гуляли с ней по улице. Катя теперь это видео слушает постоянно. И маму мотивирует слушать. Считает, что ей помогают молитвы пастора Андрея. Аллилуйя! Я не рассказывала об этом раньше, потому что Катя живет в другом городе. Я лично ее не знаю. Сбрасываю иногда видео. Ждала, когда они сообщат подтвердение, что улучшение пошло. Лариса. В феврале мне назначили операцию на груди из-за огромной кисты. Там даже две было, как куриное яйцо и много маленьких. Я поплакала и сказала отцу, не пойду, не хочу, исцеляй меня. Через неделю киста видимым образом уменьшилась. А когда я проходила медкомиссию, на работе каждый год проходим, сделали монограмму. И результат норма. Нет даже очагов кист, хотя раньше на монограмме не всегда писали в заключении подчинги и рекомендовали УЗИ. Написали диффузные изменения, но врач сказала, что они так пишут для подстраховки. Провела мне еще осмотр груди и сказала, у вас все отлично. Аллилуйя! Благодарю отца! Ольга! В 2009 году умер сын. В 2012 году появился страх. Казалось, за мной следят, машин боялась. В деревне выучила все номера машин, только вижу, что посторонний, и у меня начинается дрожь, и в груди горячо. Не могла справиться. Сестры говорят, кому ты нужна? И вот в июле месяце пост 10 раз смотрела основание в духе животворящем. Из меня начало выходить что-то похожее на вещь, но с рогами. Три дня выходила. Потом проповедь «Жизнь восхищенных». Слушаю, смотрю, началась рвота. Дух Святой показал причину. Молиться начала. Пришло освобождение. Глаза по-другому начали видеть. Свобода пришла. Снака говорит, как эта дверь у вас не закрыта в 10 вечера? Всегда даже днем закрывала. В начале августа записалась к психологу на прием. Ждала 7 дней, но на прием не пошла. Она написала, что мне нужен крестьянский психолог. У нас Небесный Отец дает ответ. И во время проповеди «Жизнь восхищенных» пришло мое спасение, мое исцеление. Дорогие наши Андрей и Оля, спасибо. Я 26 лет жила, как в аду. И теперь этому конец. Я так благодарна ходатаям. Они молились за меня. Спасибо Небесному Отцу за таких сыновей. Андрея и Олю. Аллилуйя. Гульмира. Мой сын перешел в 10 класс. И в июне месяце учитель предупредил, что в гимназии оставляют только класс с гуманитарным направлением. А мой сын хотел учиться в математическом классе, так как ему легко даются естественные науки. И он их любит. Я начала молиться за этот вопрос, отодвигать декорации, чтобы оставили математический класс. Отменяла решение педсовета. Неделю назад, когда я узнавала по этому вопросу, учитель говорила, что решение не изменилось. И 100% будет только гуманитарный класс. Но я верила и продолжала молиться и благодарить. И сегодня утром классный руководитель сообщает, что педсовет гимназии принял решение о том, что математический класс будет, так как база задания на НТ обновляется с акцентом на естественном математическом направлении. Слава отцу! Мы с сыном прыгали от радости и счастья. Он так благодарил отца. В его глазах я видела счастье и благодарность. Это для меня было так дорого. И впервые увидела, как сын по-настоящему был благодарен отцу. Для меня это было самым главным и таким ценным. И еще я очень хотела поехать отдохнуть на море, но у нас не было финансовой возможности. Я открыла свое желание отцу и начала реально представлять, как мы купаемся и отдыхаем на море. И все произошло быстро и легко. Неожиданно появились деньги. Я с сыном и моими родными сестрами, с их детьми, большой семьей поехали отдыхать на море. Это было впервые. Когда мы всей семьей поехали отдыхать, мое желание исполнилось. Спасибо большое, пастырь Андрей и Оля, за откровение о желаниях. Все будет так, как я хочу. А если не так, то еще лучше. Это работает. Желания исполняются. Слава отцу за вас. Я раньше боялась открывать свои желания отцу. Считала себя недостойной. Но вы открыли мне глаза. Спасибо. Спасибо, спасибо. Селестина. Свидетельство первый раз. Очень много можно говорить, но просто выражу большую благодарность вам, сыны Божьи, Андрей и Оля. Благодарю вас, что являетесь большим примером для многих избравших являть Бога на земле. Хотя о двух случаях не могу молчать. Живу я пока в Новосибирске. В 2021 году в меня стреляли из машины. Ряда было много людей, но все остались живы. Никого шальное пуля не задело. Слава Богу! Меня тогда ангел увел из-под носа, преследователь. Но перед этим событием я смотрела впервые на YouTube вашу проповедь. Затем этот же год, еще попытка ликвидовать меня, меня отравили. Тогда ноги у меня отнялись, и я находилась в съемной квартире одна. Я вас звала к папе, и, которая была уже к любому исходу, было очень плохо. Пока молилась, уснула. Явился ангел, сказал, что не это время, и мне помогут. Когда проснулась, телефон как будто специально включил вашу проповедь. Не чудеса ли? В голове моей как будто начало все прозревать. Я оправилась в течение трех суток без лекарств. Жизнь изменилась. С тех пор и до сего времени слушаю вас. Особенно люблю радио больших благословений вам, всем сынам Бога живого. Галина, я три года ухаживая за недеспособной мамой, и все три года терпела сожительство семьи голубей, которые свели гнездо на козырьке над балконом. Они постоянно ворковали и стучали по крыше. Все вокруг. Кондиционер, подоконник на кухне. Было их в помете, а сетка на кухне в перьях. Каждое полтора месяца я снимала и мыла сетку, подоконник, кондиционер. Что ни делала, гоняла их, потом разговаривала, уговаривала улететь. Все бесполезно. И я просто с этим смирилась. И вдруг читаю свидетельство сестры, что она попросила ангелов убрать голубей. Я тут же применила это. Вот уже пять дней тишина, их нет. Слава отцу, спасибо ангелам, помощникам нашим. И еще, я продала квартиру и целый месяц занималась справками, выписками, походами МФЦ. Осталась последняя справка, о которой я и не знала. Оказалось, не так все просто. Запись электронная, только через неделю. Решила попасть по живой очереди. На третий день попала. Подала заявку, а инспектор говорит, что готова быть через 7-10 дней. А у меня сделка через 5 дней. И там уже должна быть эта справка. Я пыталась уговорить инспектора. Пошла к начальнику. Нет, ничем помочь не могут. Вышла я расстроена и слышу такой нежный голос. Ну и что ты расстроилась? Попроси ангелов. Они сделают быстро. Я прямо встрепенулась. Ну да, конечно. В общем, сегодня я пришла за справкой на 5 дней раньше положенного. И мне ее дали. Как круто жить с такими помощниками. Татьяна. Вчера вечером сильно заболел желудок. Раньше были язвы и гастриты, но вот уже много лет, как я забыла о них. А вчера резкая боль, и эта боль не утихала всю ночь. Все передумала. Почему желудок так резко заболел? Дети настаивали вызвать скорую, но я отказалась. Так всю ночь и провела. Дочь дала выпить омес, но ничего не изменилось. Дождалась утра, боль не ушла. Одна из моих дочерей работает в больнице. Говорит, мама, давай, не тяни. Сейчас я узнаю, кто из врачей дежурит, и мы тебя отвезем на прием. Я опять отказываюсь. Думаю, надо в купале написать. Решила. Подожду еще до обеда. Если боль не утихнет, то напишу. Боль не только не утихла, а еще усилилась. Дети уже всерьез заволновались. Вот ты только своему Богу и веришь. И что? Что-то он не торопится тебе исцелять. Может, у тебя язва? Ну и так далее. Я молча ушла к себе в комнату, включила повтор эфира, где Андрей и Оля молились за исцеление. Я приняла для себя исцеление, и боль как пришла внезапно, так внезапно ее и не стало. Благодарю Отца за дорогих наших Андрея, Олю, за всю небесную цивилизацию, за те новые откровения, которые просто невероятные. Жизнь только начинается. Радость и ликование, что мы выбираем жизнь в детлении и воскресении после смерти. Как нам повезло, что есть небесная цивилизация, такая сплоченная, огромная семья. И то ли еще будет. Валентина. Мне гинеголог поставил диагноз крауроз в ульву. Основные жалобы женщин – это мучительный упорный зуд с усилением в ночное время. Зуд начался 15 лет назад. И за эти годы все только усугублялось. Врач меня напугала, что это может предшествовать раку. Я диагноз не приняла. Верила, что наступит исцеление. На последнем пророческом часе пастор Андрей высвобождал исцеление женской половой сферы. Я подумала, что это для меня. И через пару дней обратила внимание, что зуда нет. Все чисто. Я рада. Я ликую. Сын ликует. Отец смеется. Вся декорация убралась. Аллилуйя. Слава отцу. Благодарю пастора Андрея. Людмила. Два дня сильно болела голова. Вчера вызвали скорую. Было высокое давление. Сегодня проснулась снова с сильной головной болью. Помолилась. Почувствовала, как голова начала прямо гореть. И боль ушла. И боль ушла. Аллилуйя. Спасибо, отец. Евангелие. Сегодня во время эфира я была очень расстроенной. Говорила с отцом. И даже как-то трудно было слушать. Но когда Андрей стал молиться, все-таки подняла руки, пытаясь успокоиться и просто принимать помазание. Не скажу, что сразу получилось, но вдруг Оля сказала, что у кого-то уходит слизь из горла. Я даже еще не успела током сообразить, как закричу «Это мое!» И слизь мгновенно ушла. Я почувствовала это, и сразу потекло тяжелое помазание внутри меня. Я верю, что скоро проявится то, что я еще получила, потому как я уверена, что получила не только исцеление горла. Ведь причиной моего расстройства было не горло. О нем я даже как-то и не думала в тот момент. Спасибо, Оля. Спасибо, Андрей. За чудесный эфир. Помазание без меры. Галина. Спасибо, Андрей и Оля. Какой огненный, замечательный эфир. Во время свидетельств в теле стали происходить вибрации. Мое славное тело отреагировало. Огонь пылает. Я думаю, не тление в действии. Чтобы конкретно меня не вырубило, как обычно было. Я поднялась и стала ходить, двигаться. В локтях и в правом плече очень сильно хрустела. Исцелилась быстро. Весь эфир пребывала в какой-то эйфории радости. Такой подъем радости. Хотя тема такая серьезная. Своевременная, нужная. Спасибо, Отец, за откровение. Просто бомбическое. Вся слава тебе, Отец. За открытого, восклоненного Сына, явившего нам Тебя физически. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Слава Твоя по всей земле. Райпа. Благодарю. Пастор Андрей Оля. За сегодняшний чудесный эфир. В течение недели занимала декорация аллергии на шее. Особенно сзади. Чуть касалась рукой, был зуд. И кожа становилась шершавой. Сегодня после эфира и сейчас провожу рукой. Никакого зуда и кожа уже не реагирует. Прошлую неделю не обращала внимания и не лечилась. И вот, без усилий, без вмешательств извне, получила исцеление. Благодарю за ваш огненный поток помазания и нетления. Лариса. Сын хотел сдавать тест на бригадира, но передумал. Потом все же решил сдавать, а тест, который стоил 200 долларов, стал стоить 800 долларов. Я ему говорю, почему ты не сдавал? Ты бы сдал, за тебя молились. Тогда он пробует сдать, а там система показывает, что можно сдать за 200, а не за 800. И он сдает. Спасибо ходатаем, которые молились и молитвы. Так помогают. Эмма. Месяц назад у меня были постоянные боли в желудке, дутия, изжога от любой пищи. Я уже думала, что у меня язва или рак желудка. Как только начала слушать трансляции небесной цивилизации, стала замечать, что боли начали уходить, не стало изжоги. И я могу кушать все. Мне 50 лет. Кожа на лице стала разглаживаться, морщины были у глаз, разгладились, пигментное пятно было чуть ниже глаза. В последнее время оно начало увеличиваться. После прослушивания трансляции свидетельств об исцелении, это пигментное пятно начало исчезать постепенно. Слава отцу! Ольга Мой рассказ о чуде исцеления от головной боли, которая большая редкость в моей жизни. Боль пришла неоткуда, неожиданно и очень сильная. Думала, полежу немного и пройдет. Таблеток в доме не держим, полежала часок, не проходит. И вдруг приходят напоминания, как Оля говорила в эфире, вдыхаю славу, выдыхаю хвалу. Я начала вдыхать славу, и через две минуты боль испарилась. Радости нет предела. Спасибо, папе, и вам, Оля и Андрей, что вы есть и помогаете нам двигаться в духе. Изабелла Благодарю Андрея и Олю за такой мощный эфир, трансляцию с неба, исцеление и наставление, как жить и не бояться. А мой рассказ проверен времени. Как-то слушала молитву Оли, насчет женского и естественного. Я принимаю гормоны, заместительные уже много лет, на правосмотре. Врач-гинеколог сказала отменить их за неделю до маммографии и предупредила, что может быть плохо. Так вот, ничего подобного не было, даже естественное пошло. Вся слава Богу нашему! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова